Samsung придержит анонс Galaxy Z Flip 2, iPad Mini 6 получит Touch ID под кнопкой включения, а PlayStation 5 продемонстрировала лучший запуск в истории консолей Sony. Всем привет, вы на канале Мобильные Придира, а это самые интересные новости технологий. А чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостей из мира технологий, не забудьте подписаться на наш канал и нажать колокольчик. Поехали! Samsung придержит анонс Galaxy Z Flip 2. По данным сетевых информаторов, руководство Samsung приняло решение об изменении дорожной карты выхода флагманских смартфонов. В частности, релиз второго поколения гибкой раскладушки Galaxy Z Flip состоится позднее, чем ожидалось, виной тому, по слухам, другие гаджеты популярного бренда. Издание SamMobile со ссылкой на отраслевые источники опубликовало отчет, согласно которому в ходе мероприятия Galaxy Unpacked южнокорейский производитель электроники представит лишь три флагманских смартфона Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra, а релиз Galaxy Z Flip 2 состоится не раньше апреля 2021 года. В качестве причины изменения графика анонсов сетевые информаторы называют опасения руководства Samsung в смешении модельного ряда флагманов. Кроме того, уже не первый авторитетный источник указывает и на еще одно важное для компании решение – отказ от линейки смартфонов Galaxy Note. Раскладушка Galaxy Z Flip была представлена 14 февраля 2020 года, но исключительно в 4G-исполнении. Спустя полгода, в начале августа, Samsung выпустила обновленную версию устройства на платформе Snapdragon 865 Plus с поддержкой сетей пятого поколения. iPad mini 6 получит Touch ID под кнопкой включения. В сети появились новые слухи о следующем небольшом планшете компании Apple, который пока что проходит под рабочим названием iPad mini 6. Источники подтверждают, что iPad mini 6 станет уменьшенной версией iPad Air 4. При этом Apple уже выпускает прототипы и тестирует сразу несколько версий устройства. iPad mini 6 должен быть очень тонким и легким планшетом. Фронтальный сканер отпечатков пальцев Touch ID переместится под кнопку включения планшета, а для зарядки будет использоваться разъем USB-C. Пару недель назад сообщалось, что Apple планирует оснастить планшет 8,5-дюймовым дисплеем Liquid Retina, новейшей однокристальной системой Apple A14, 4 гигабайтами оперативной памяти и добавить поддержку электронного пера Apple Pencil второго поколения. Высказываются предположения, что iPad mini 6 может так и не увидеть свет, если Apple быстро добьется успеха при создании первого смартфона iPhone со сгибающимся экраном. Ранее источники сообщали, что iPad mini 6 может стать последним представителем популярной линейки. PlayStation 5 продемонстрировала лучший запуск в истории консолей Sony. Начало нового поколения консолей – событие удивительное, редкое и невероятно масштабное. Все хотят поучаствовать в создании истории и тем самым помогают производителям электроники устанавливать новые рекорды. Во всяком случае, именно такой вывод можно сделать из свежих новостей от Sony. Компания объявила, что запуск PlayStation 5 оказался самым масштабным в ее истории. Спрос на новинку оказался просто беспрецедентным. Что, впрочем, не должно удивлять, учитывая постоянные страшилки по поводу ограниченного числа предзаказов и необходимости выстраиваться в виртуальные очереди ради покупки железа. Примечательно, что тоже о запуске консолей нового поколения говорила и Microsoft. Ее Xbox Series X тоже показало лучший старт в истории компании. К сожалению, Sony, как и Microsoft, до нее не стала публиковать цифры. Приходится верить корпорации на слово и сравнивать с показателями PlayStation 4 – 1 миллион копий за первые 24 часа продаж. А теперь хорошая новость для тех, кто еще не успел взять себе консоль. К концу года магазины должны получить очередную порцию приставок. Как говорится, готовьте кошельки и не мешкайте. Похоже, каждый житель планеты Земля хочет урвать себе PS5. А вы были на канале Мобильный Презира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. До скорого!